Хотела как раз по жребцам пройтись тоже. Они у нас сейчас в отдельных левадах гуляют. У нас еще все гуляют целыми днями, потому что я за то, чтобы пусть хоть и в маленьких левадах, но хотя бы целый день. У них там большая левада есть, но что-то они не полюбили ее, они просто стоят в одном месте и топчутся. А вот те, кто именно гуляют и щипают траву, они там находятся. Но у жребцы у нас только в левадах без травяных, да? Мы их меняем, вот стоит у нас там 2 гектара травяной левады, мы их периодически меняем, вводим туда. А кто это у нас? Это у нас гардемарин, это вот отец гримуара. Это папа, а у него как будто лицо под... Да нет, тоже такое. Он с Астрахани был привезен, он вообще косячный жребец. Но мы не используем косячную сучку, мы только вот вручную кроем. Ну, я так немножко побаиваюсь, потому что мы столько лечим потом. А что, травмы? Ну, она травмоопасна, и я все-таки не хочу рисковать. Ему, получается, сколько, 16 лет, и хочется, чтобы он... Долгих лет еще. Прожил, как бы, да, он дает шикарных детей, он сам по характеру очень добрый жребец. Сколько в год, вот он, например? Ну, мы сейчас малым, кроме начала мы по 5 жребят там получали. От него вообще очень много получали в другом хозяйстве. Просто я его забрала, и потом у меня немножко поменялась концепция именно по кобылам. Мы взяли сейчас в аренду другого жребца, Сиау Шееля, более крупного, на интересных движениях и спорта, кстати. Но мы взяли его исключительно для того, чтобы получить нескольких жребят спортивного плана с хорошим ростом и с хорошими именно данными физическими. То есть, ну, и по типу он мне нравится. Кто бы там что ни говорил, мне реально этот жребец нравится, и мне кажется, что у меня получится. Я очень верю в это. Ну, у меня получится получить от него хороших жребец. Слушай, ну, прям на спорт тоже есть спрос. Есть, да, и покупают лошадей в спорт, но чаще всего, конечно, их кастрируют, к сожалению. Ну, вот. Абреж, чего у тебя? Ну, это вот у нас 20-летний жребец, производитель. От него вот мы в последнее время прям очень типичных жребят получаем. Красавчик. Вот, я бы сказала, что от него самые дорогие жребята уезжали. Серьезно? По типу или он масть еще? Нет, и по типу, и по общему ценнику. Вот, он к нам попал тоже такого плана. Мы его с Екатеринбурга привезли. Вообще, он родился в Московской области, в хозяйстве Андреевская, бывшая. Вот, его уже нет, несколько лет, как, наверное, там... Так. Соответственно, вот он попал уже, когда ему было 15 лет, и потихоньку мы от него получаем хороших жребят. Вот в этом году от него еще ожидаем двоих. Лишь от дорогих жребят почем? Интересно же. Ну, самый дорогой от него, наверное, жребенок за 5 миллионов был продан. Жребенок прям маленький. Да, годовичка. Да, она уехала в Марокко. Марокко опять у нас. Вообще, можно сказать, что удачная продажа – это хороший старт для бизнеса, потому что именно с таких вот удачных продаж можно было не накопить, а именно заработать и на строительство конюшек. Слушай, ну ты у меня сейчас будешь первым человеком, который, возможно, сейчас скажет, что разведение лошадей приносит мне доход, достойный, в общем-то, жизни. Ну, оно мне приносит доход. Если бы оно мне не приносило доход, я бы этим занималась. Мне кажется, эти люди... Вер, ты представляешь, вот ты первая сейчас это говоришь. Мне кажется, эти люди, которые, во-первых, говорят, что оно не приносит доход, они лукавят. Они говорят, что в лучшем случае в ноль это выходит. Они лукавят, чтобы к ним не приезжала налоговая проверка. Ну, слушайте, так как мне нечего стесняться, у меня всё уплачено в налоговую... Мне кажется, дело мне не в этом. Мне кажется, дело в том, что ты, да, ты, может, обладая каким-то вот этим образованием и выходом на международный рынок, имеешь преимущество. В последние годы стало сложнее из-за этой самой, как её... Во-первых, первая была пандемия, но, знаете, так хочу сказать, в пандемию мы продали самое большое количество лошадей. Слушай, я в пандемию приехала на конный завод до Портыкини, снимала там репортаж. Они тоже много продали. Они мне говорили, у нас встало всё, потому что мы не можем... У нас был самый покупатель, это Китай. Это меня тогда... Китайцы тогда, да, они не покупали. И у них зависла огромная партия лошадей. Я в курсе, да. Она потом уехала. Вот. Вот у нас сейчас одна партия тоже зависла, но они тоже уехали. Это больше зависит от внутренней политики Китая. Вот. Но на самом деле... А ты, кстати, Китай ещё не упоминала в числе покупать. Я ещё не дошла до него. Китайцы вообще были всегда основным потребителем охладыкинских лошадей. Тебе расстегнуть... Они его с каких целью китайцы их берут? Для разведения. А зачем им? Для шоу. Блин, оторвался. Они считают, как-то, если почитать китайские всякие исторические документы, что они этих лошадей привозили ещё вот с территории текущей Узбекистана. Кстати, там тоже разводят лошадей по Великому Шёлковому Пути. Эти лошади сами по себе просто их привлекали и мастью, и грациозностью. Вот. Они называли, до сих пор на своих лошадей, кровь и пот. Потому что они считают, что когда лошадь потеет, у неё прямо сквозь вены там просачивается кровь. Ну, я такого... Боже, какое... Ну, просто если перевести из китайского... Хочу туда, к нему заползти. Да, если перевести из китайского языка название... Точнее, на китайский язык халтикинская лошадь, а обратно потом перевести из переводчика на русский, то получается лошадь, кровь и пот. А ещё иногда бывает лошадь БМВ. Что, но они хотя бы не едят? Нет, нет, китайцы не едят вообще халтикинцев. Вообще лошадей я не встречала, чтобы они ели. Там даже, я скажу, что в последнее время вот эти... Тут можно как-то... Вообще даже... Можно сказать, что они большую долю халтикинцев покупали. Да, до пандемии они каждый год вывозили определённые партии, причём и самолётами, и... Давай побегай. Кш-кш-кш-кш. Сейчас грязный весь. Да, и поперлеть. На них и не видно, что они грязные. Вот, и, соответственно, они, конечно, много покупали. Но ты почему-то не упомянула сейчас Китай. А я ещё не дошла. Ну, то ты сказала, что 80% уходят в Европу. Именно за границу, я сказала. Европа берёт их в спорт очень часто достаточно, да, и в разведения. А китайцы их покупают. Ещё... Ну, вообще, в принципе, почти в каждую страну мира продавались текинцы. Вот, например, у нас уезжали лошади в Южную Африку. У нас есть там наши представители, да. Там вот интерес был. Потом именно с нашей вот конюшни, куда уезжали, в Армению, да, там, в Грузию, в Горданию, Марокко. Мне кажется, это какая-то всё-таки для них экзотическая покупка. Понимаете, да, там они больше ценят, конечно, другие породы, да, там. В арабских странах ценят арабских лошадей. Вот. Они практически и не знают про халтигинцев. Ну, в Арабских Эмиратах мы, кстати, тоже продавали. В Бахрейн. У нас вот две наши кобылы уехали в Бахрейн вот под этого Хаджибека. Уже там даже потомство со Саней. Скажи, пожалуйста, ты же знаешь всех, все хозяйства, наверняка. Да, я знаю все хозяйства, даже те, которые никто не знает. Вот это такое впечатление у меня после чемпионата на ВДНХ, что их прям много. Много маленьких хозяйств, много частников. Даже можно сказать, что сейчас молодые появились в хозяйстве. То есть люди интересуются. Благодаря, кстати, нашим выставкам вот этим на ВДНХ и вообще вот всем выставкам, которые на ипосфере бывают. А ты чувствуешь конкуренцию? Или ты в этом плане? Я спокойно отношусь к конкуренции, я ее всегда чувствую. Но начнем с того, что я стараюсь дружить со всеми, да, и с московскими хозяйствами. Слушай, а тогда, а что заходят слухи про токсичное халтыкинское сообщество? Ну, это у всех, так знаете, я тут как-то окунулась в дончаков и решила больше не окунаться. То есть у токов все гораздо... У токов мы одна большая семья, я бы сказала. Вот с дончаками как-то они не захотели пускать нас... Ну, мне просто нужны были донские лошади. Мы хотели открыть вместе с открытием вот этой конюшни, подрастить я хотела донских маток. Просто у нас эта порода считается малочисленной. Я, в принципе, поняла почему, потому что... Потому что люди не могут... Потому что они не могут, во-первых, они не хотят продавать никого. Это вообще... То есть я человек, который хочет купить, причем, ну, как бы, я вообще там, ну, не торгуюсь, допустим, да. Я хочу купить там себе кобыл, хочу осеменеть, а с осеменением как бы ладно. Ну, жеребца я точно брать не буду, потому что жеребец всегда большая нагрузка. Вот у нас поэтому вот сейчас пять, да, именно жеребцов, и больше спасибо не надо. Вот. С ними реально нужен уход. А проще как бы взять сперму осеменить. А хотелось купить донских кобыл вот именно, знаете, вот такие для себя личные прогулки устраивать. Потому что на дотекинцах иногда бывает, ну, просто не готова лошадь, да, там, к тренингу. А дончаки, это вот, ну, в моем понимании, это лошадь сел-поехал. Так, и чего тебе сказали? Пошла вон от наших, руки убери. Ну, как-то, знаете, во-первых, колоссальный спрос у дончаков в страны, вот, типа, вот, Киргизии, там, Таджикистана. Я не знаю, почему у них такого в Казахстане. Вот прям очень сильно их спрашивают туда. То есть, я оказалась, что хоть один заводчик и говорил, что он никогда их туда не продает, они, оказывается, туда продаются. Причем пачками. Да, да, для меня это было откровение. Вот. А во-вторых, ну, хочешь купить кобылу, ты можешь купить только какую-нибудь выброковку. То есть, реально хороших лошадей они либо не хотят продавать. Ну, я не понимаю, какое тогда развитие. Там даже вот в одном журнале, вот в «Эхальмонахик» было написано, что на донских лошадей очень маленькие цены, потому что на них нету спроса. Мне вот вообще вот непонятен был вот этот момент. Так, а вы и не продаете их, как бы, да, так, то есть держите все в одном русле, но тогда какое-то будет развитие. На выставках шикарных дончаков, да, там показывают, всегда шикарных. Но, к сожалению, это вот порода, которая вот в одних руках и как-то... Ну, а как бы тоже отъем купить? Отъем, да, можно купить, я и покупала, но его же еще вырастить надо. У нас была задача, да, там несколько маток взять. В общем, я столкнулась с тем, что ты вообще не найдешь донских кобыл. У меня даже потом, ну, вот мы с одним заводчиком, он тоже занимается и текинцами, и хотел донских. Вот мне каждый раз спрашивают, Вера, там есть дончики? Где-нибудь есть дончики? Я говорю, да, уже и спрашивай. Все, она перегорела из-за того, что такое отношение. Да, поэтому я бы сказала, что текинцы... Не в обиду, кстати, дончакам вообще, то есть я люблю эту породу, я и терцев люблю, которые сейчас очень страдают. Но я поняла, что я не буду заниматься ни кровлением, ни как бы... Вот занимаюсь одной породой и буду ей заниматься. Кстати, я пока не забыла. У меня есть вопрос. Ты же про породу наверняка знаешь все. Ну, не все, но что-то знаю. В каких породах полукровных поучаствовали халтыкинцы? Ну, точно участвовали вот в некоторых тракенах, которые в Питере стояли, да, и даже какой-то, говорят, там в Германию их увозили. Но я не знаю, почему все так любят тянуть одеялко на себя, в плане того, что говорить, что это да, вот здесь были чекухи, здесь были текинцы. Открываем стоп-бук и все сами проверяем. Ну, хорошо, в тракенах. А какая-то еще порода была? Точно изначально при разведении английских скаковых участвовали текинцы. Серьезно? Это подтверждено? Ну, это можно найти даже в статье американские, ссылки постоянно на них скидывают, есть интересные, там могу уточнить потом. Да, потому что я не углубляюсь в этот момент. Слушай, я даже у чата GPT спрашивала. Он не смог мне ответить. Ну, надо ему просто попросить чат GPT перевести вот эту статью, которую нам в общей группе скидывали. Действительно утверждают, что при создании английской верховой в самом начале, да, участвовали вот именно шеребцы, скорее даже туркоманского происхождения, потому что вообще сами ахалтикинцы, они разводились не только в Туркмении. То есть, как бы, Туркмения это часть вот этого всего каскада, да, где находится Иран, Туркмения, чуть севернее уже Узбекистан, Таджикистан и еще севернее Казахстан. То есть, сама основная масса лошадей выращивалась на северном Иране, это граница с Туркменией. И там очень много туркменских племен. Я сама была два раза в Иране, там один раз просто как гость, один раз я осудила там лошадей. Я ездила, смотрела именно, какие лошади у них есть. Естественно, они не внесены в Стутбук, потому что это лошади иранского происхождения, и они не относятся к нашим российским. Но там есть такие экземпляры, о которых очень, очень тоскуешь, что они не внесены. Они отличаются? Они отличаются, да. Ну, в целом, они все плюс-минус одинаковые, то есть, ты смотришь на нее, и ты понимаешь, что да, это, ну, как бы, это чисто охлотикинис.